Ветер в окно Ветер в окно Прозвучала композиция под названием «Утренний Санкт-Петербург» В исполнении творческой группы «Сити Мюзик Бэнд» И автор этой композиции Учредитель и председатель фонда культурных проектов «Городу и миру» Автор проекта и руководитель международного фестиваля «Романтическая труба» «Воскресные мелодии трубы» И петербургские сезоны духовой музыки «Брас осень» Композитор и пианистка Ирина Вакуленко Сегодня гостья и участник нашего эфира Добрый вечер, Ирина Добрый вечер всем Но Ирина сегодня пришла в студию не одна Со своими коллегами Которых, я думаю, что сама нам и представит Екатерина Никитина, флейтистка И трубач Константин Стуков Ирина, мы встречались в нашей музыкальной гостиной В начале этого концертного сезона Осенью, по-моему, да? Да А сейчас ведь сезон в разгаре Наверняка что-то изменилось, добавилось, убавилось Как сити-мюзик-бэнд вписывается в городской музыкальный пейзаж сегодня? Мы остаемся верны своей теме Продолжаем ее развиваем Это романтика классики и джаза Находим все новые сюжеты, новые повороты Залы, опять-таки, наши предпочтения остаются прежними Это исторический Санкт-Петербург Залы Невского проспекта За это время мы сделали новые программы Продолжаем работать Сделали новые записи И, кстати, сегодня прозвучат композиции Которые буквально мы неделю назад сделали В нашей жизни появились новые площадки Я думаю, Екатерина расскажет Она у нас инициатор многих новых идей Креативный сотрудник У нее даже должность, по-моему, какая-то Креативный директор, да? На словах, конечно Но, конечно, она генератор идей Ну вот все эти ваши замечательные проекты Я же помню, они и костюмированные бывают И театрализованные Достаточно одной фразы, она говорит А хорошо бы так На самом деле у нас вообще-то все в группе А хорошо бы вот что-то сделать И вдруг начинается такое движение Вот о новых площадках нашего бэнда Этого сезона По традиции это залы Которые находятся близко к Невскому проспекту Практически в центре города Малый зал филармонии Вот выступали дважды даже По-моему, вы даже сезон открывали? Да, мы открыли сезон и открыли Новый год Тоже Да, действительно Также выступали в концертном зале Международной академии музыки Елены Образцовой Тоже низкий проспект Конечно, да Интересный зал В неожиданном месте он находится В центре гостиного двора И также дом журналиста Новая сцена для нас Очень уютный зал Ну, у нас есть еще Мы не сказали GFC Jazz Club, да? Который, да Он у нас не то что новая площадка Традиционно остается с нами Я просто с директором джазового клуба Заканчивал вместе консерваторию Мы играли вместе госэкзамен То есть вы по блату будете? Ну, не то, чтобы по блату Я бы сказал, это трубное братство Он трубач, я трубач Я еще из Японии привез Аранжировки интересные В Вивальди, там, времена года И мы по этим нотам Играли я, Виталик Юдинок И еще Мишка Афонькин Который в Муринском театре Вот был директором оркестра Сейчас вот он тоже там Солирующий трубач И мы играли ансамбль Госэкзамен в консерватории А потом мы с ним пошли отмечать И я Витальку говорю Виталька, слушай, я вот мечтал у тебя выступать Можно ли? Он говорит, да, конечно Я трубач, ты трубач Ворота открытые Ну, прекрасно Вот замечательное место Константин вам просто устроил Еще одну замечательную новую площадку Да, но мы уже сколько? По-моему, два года уже там точно Мы выступаем И он сам очень даже рад Потому что там играют Всякие ребята с электричеством Бибоб Но мы формат такой Что мы можем от классики до джаза Это необычно И он очень заинтересован Чтобы мы были в расписании джаз-клуба Вот он бывает даже сам позвонит И скажет, вот когда у вас можно поставить А вот если вам приходится что-то записывать Это где и как происходит? Ну, на разных площадках В разных студиях А наш звукооператор Он наш музыкант Барабанщик Олег Пожедаев И что-то мы можем даже сейчас послушать Чтобы подтвердить наши слова Да, я предлагаю послушать Недавно записанную композицию «Разве я неправильно веду себя» Это мировой хит Продолжает оставаться по сей день Хитом Фесса Уоллера Человек-оркестр Пианист Композитор Органист Скрипач Певец И комический артист Вот такой автор этой песни И вы играете Это своим Постоянным составом Да Ну, замечательно Слушаем «Разве я неправильно веду себя» 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 КОНЕЦ 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 Дорогие гости, раз мы сегодня собрались с таким расширенным составом, мне кажется, что будет справедливо, если вы подробнее расскажете о музыкантах, обо всех участниках сети Music Band, вам наверняка есть что сказать. И о себе, кстати говоря. Вот у меня по правую руку Константин Стуков, трубач замечательный, один из лучших трубачей Санкт-Петербурга, является первым трубачом оркестра Михайловского театра. Сочетает в себе классного солиста классического направления, и также превосходно играет джаз, джаз-рок, фанк, импровизирует, и даже сам пишет музыкальные композиции. Да, в нашем репертуаре есть прекрасная композиция в стиле фанк, которую написал Константин Стуков, и называется она очень актуально «Мы говорим нет коррупции». Спасибо вам большое за тёплые слова в мой адрес. Я в школе учился музыкально, у нас был единственный джазовый оркестр, и мы даже выступали в воскресенье у Давида Голощокина в джазовой филармонии. И так как ребята там все играли в футбол, а на трубе занимался только я, я такой небольшого роста, но мне доставалось соло. Первую трубу надо было тянуть, неплохо у меня получалось. А потом, когда я поступал в училище имени Мусоргского, я всё колебался, куда мне идти, на классическую трубу или на джазовую. И этот вопрос я до сих пор ещё и не открыл, и не закрыл. А в консерватории я учился у Меомена Савельевича Марголина, это первый трубач Мравинского. Ну конечно, кто же не знает Марголина? Ну, Марголин, конечно, вложил в меня, может быть, какой-то экспрессивный характер. Он это умел. В городе до сих пор летают крылатые выражения Марголина, все мы их знаем, в музыкантской среде их знают, конечно. Конечно. Поэтому ничего удивительного нет, что он очень харизматично это всё делал. Легенда трубач, конечно. Хочу добавить, о музыканте очень много говорит то, с кем он выступал. И Костя вот в его активе выступление на одной сцене вместе со Стингом, как солист с группой The Hatters и Джа Халиб. Ну это рэпер, да, рэпер. Ну мы с ним сейчас уже не выступаем, но в моей копилочке это есть. Ну я бы ещё добавила, что у Костя пишет стихи, и он даже издал сборник стихов. Вот такой многогранный талант. Ну замечательно. Я очень рада, что мы вот в этой передаче наконец познакомимся поближе с этим музыкбэндом. Про Екатерину я хотела бы сказать, что вот она освоила флейтовое мастерство у лучших мастеров Санкт-Петербурга. Она училась у Вавилины Мравинской, закончила с отличием консерваторию, училась в Италии и Швейцарии, сэр Джеймс Голвей, флитист номер один, был её учителем. И вместе на одной сцене они тоже выступали, и с маэстро Рафаэли Тревизани, у которого она закончила аспирантуру в Милане. Ну в общем, то, что она генератор идей, я уже сказала. Ну ещё я бы добавила, что у него прекрасный звук, какое-то такое серебро, которого не везде услышишь. Серебряная флейта, да. Очень хороший тембр, неповторимый. Костя, спасибо тебе за откровение, вот это сейчас первый раз я вот такие слова от тебя слышу. Я когда выбирала, куда поступать в аспирантуру, у нас духовиков, особенно у дерева, принято поучиться за границей, в дополнение к нашему петербургскому образованию, тоже выбирала немецкую школу, английскую, итальянскую, и сделала выбор в пользу той школы, которая очень внимательно относится к красивому звуку. В нашем коллективе три трубача, замечательные музыканты, солисты, играют прекрасный классику и джаз. Хочу сказать про Михаила Курильчика. Он солист концертного духового оркестра Санкт-Петербурга, отмечен американскими и итальянскими коллегами. Кстати, играл с Джу Фредди, итальянским известным трубачом, тоже отмечал его красивый звук. Также он член гильдии трубачей США, играет в разных составах и коллективах города, сольно выступает в джаз-бендах. Российские трубачи, солисты Мариинского театра и профессора консерваторий, также отмечали его красивый звук и красивое душевное исполнение. И, конечно же, в первую очередь это отмечают наши слушатели. По характеру Курильчика, конечно, очень скромный, думающий трубач, ищущий импровизации, штрихов. Скромный парень, но очень требовательный. Вот он к звуку, к качеству звука, строю и так далее, всегда недоволен, всегда там какие-то микроны, он слышит, что вот надо улучшить и так далее. Просто обычно принято считать, что если трубач, то это значит надо ломать стены, яркий звук, а тут необычный тембр, и музыка льется прямо, допустим, у меня так не получается. Александр Киохиди, тоже наш любимый импровизатор, джаз-мен, тоже нарасхват в коллективах нашего города. Больше 10 лет он отработал в круизном бизнесе Америки, много гастролировал очень. Также он наряду с джазом хорошо играет классику, наш незаменимый импровизатор. Ну, наверное, лучше всех в городе играет Дикси Ленд, мастер, мастер. В нашем коллективе еще два тромбона. Александр Козлов, прекрасный импровизатор, участник джазовых коллективов Санкт-Петербурга, биг-бенда джазовой филармонии, обладает тонким музыкальным вкусом и юмором. Вот юмор, это, конечно, просто необходим нашему коллективу. Он особенный, я уже не раз говорила, что у брас-музыкантов, Медников, как иначе говорят, у них особый юмор. Вы знаете, вы в курсе? Да, там калифония юмора на репетициях. Вот я вижу, Костя уже сдерживается. Я просто вспоминаю, как он изображает птичек. Когда мы играем что-то лирическое, он птичек изображает. Так это незначально. И еще второй тромбон Динар Нурмухаметов, постоянно развивающийся музыкант, участник разнообразных мастер-классов по своему инструменту, понимающий и умеющий выразить тонкости исполнения музыки как классических, так и джаз-поп-жанров. Тоже солист концертного духового оркестра Санкт-Петербурга. Туба. Андрей Быков. Он сочетает в себе отличного музыканта классического направления и стильного джаз-рок-поп-музыканта. И что удивительно для тубиста, он тоже импровизирует. Причем вот так очень интересно импровизирует. Также его импровизации можно послушать на наших записях и на концертах. Пишет музыку в песенных жанрах. И даже играет на рояле. Хорошо играет. Да, был случай, когда у нас перед концертом он на сцене... На разогреве работал, да? Да, очень хорошо. Играл, пока вы не остановили. Говорю, достаточно уже. Олег Пожидаев, барабанщик. Имеет богатый творческий опыт выступлений и записи рок-групп, джазовых и классических коллективов. Признавался лучшим ударником 2021 года по версии популярного музыкального журнала. Прекрасный звукорежиссер, я уже сказала об этом. С 2020 года он запустил свой онлайн-проект трансляций интересных коллективов разных жанров. Есть еще Кирилл Дроздов, который с нами однажды был на программе в этой студии. Танцор театра музыкальной комедии, театра мюзик-холл и ансамбля современного танца. Он имеет талант постановщика, хореографа, видеографа. Тоже пишет стихи и увлекается живописи. Вот такой многогранный тоже талант. Ну и осталась Ирина Вакуленко. Это я. Наш художественный руководитель, неподражаемая, незаменимая Ирина Вакуленко. Мало того, что она композитор и аранжировщик, еще шикарный пианист. И либо это придумывает. Мне кажется, слушателю будет очень приятно послушать не только музыкальные произведения, но плюс еще всякие истории. Я растаяла. Уже растаяла. Ну и, конечно, если бы не Ирина Вакуленко, нас бы здесь не было. То есть она нас всех откопала, я бы сказал, нашла. И вот мы уже много лет вместе и получаем удовольствие от совместного творчества. Конечно же, инициатор было всего этого. И так много лет вы украшаете музыкальную жизнь города. Ну, на самом деле, конечно, мы когда рассматриваем новые какие-то композиции, какие я приношу, у нас старит такая атмосфера творческая, потому что каждый может высказываться. И очень много критики бывает. Я недавно узнала, что в оркестре Дюка Эллингтона примерно так же было. Все критиковали, а потом работали хорошо. Истина рождается в спорах. Поэтому здесь, да, потому что каждый музыкант нашей творческой группы очень творческий человек, как еще можно сказать, яркие личности. И каждый имеет свой взгляд на какую-то там предложенную тему. И вся критика, а критики много бывает, она только на пользу. Я как раз к этому отношусь очень позитивно. Позитивно и открыто для того, чтобы что-то там менять, добавлять и так далее. Ну, хорошо. Вот у нас сегодня состоялось такое расширенное знакомство. Я думаю, что нам пора прерваться, чтобы послушать музыку. Что вы предложите послушать сейчас? Я предлагаю послушать знаменитую композицию «Let my people go» Луи Артстронгом. Когда я был маленький, отец мне с утра ставил эту песню прямо на пластинке. А на виниле еще, да? Да. А я еще даже на трубе не занимался. Я только был маленький, и почему-то папа мне эту песню ставил. И я до сих пор это помню. Я очень мало что помню с своего детства, но некоторые вещи помню. А сейчас как раз в записи ты сольную играешь тему первую, да? А сейчас, ну, в нашей записи, да, сейчас мы послушаем. Ну, я хотела немножко об истории этой песни сказать. Сюжет песни относит к библейскому преданию исхода евреев из Египта, где они жили 400 лет и были обращены в рабство. Когда Моисей вырос, он пришел к фараону с просьбой отпустить его народ. Ну, в общем, это стало началом... И исходом евреев из Египта. Это началом стало событий. Итак, let my people go. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ирина, расскажите, пожалуйста, у вас есть какая-то новая программа, которая называется «Формула империи». Я лично её не слышала и не знаю. Надеюсь сейчас услышать, что это такое. Премьера состоялась в феврале этой программы в Доме журналиста как раз. Если кратко, империя – это символ не только власти, а символ объединения народов, символ единого вектора, играющего заметную роль во всём мире. Наша программа посвящается музыкальным символам любимого города имперского Санкт-Петербурга и его роли в мире. Там несколько сюжетов. Например, исторический сюжет – это мост, так сказать, Санкт-Петербург-Италия в связи. Парадоксальный, ещё один неразрушаемый и непотопляемый мост – Санкт-Петербург-США. Каким образом? Мы прослеживаем петербургский след в рождении американских звёзд джазов. Потому что любая наша программа нанесёт такой элемент познавательного характера. Замечательный сюжет «Труба зовёт». И, конечно, есть сюжет романтический, который посвящён русскому характеру. Почему мы и назвали романтический? Потому что романтика – это оптимизм, это альтруизм, это мироощущение, где мечта реальна, а вера в мечту не подвластна трудностям. Романтика – это идея и чувства, возвышающие человека. Краткий какой-то там у нас есть сюжет, там чистословесный, но далее… А у вас сопровождается каким-то конферанцем, да? Да, да. И получается, что без слов, средствами музыки мы потом, так сказать, можем ощутить разные стороны русского характера. Вот в наших инструментальных кавер-композициях, любимых мелодий. Что-то мы можем послушать вот из этой программы? Например, можно послушать русское танго, пупыри. Кстати, в аранжировке участника бэнда нашего тубиста Андрея Быкова. Знаменитые разные русские танго он соединял. Звучит музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прозвучала запись из романтического сюжета «Русский характер», а перед ним у нас лирический был сюжет, тоже очень важный, очень интересный, потому что он был посвящен императору. Император, мы ставим вопрос и отвечаем на него. Говорили о разных, но остановились на Александре Третьем, конечно, потому что он создаёт первый брас-квинтет в России. Он является начинателем такой вот брас-исполнительской практики в России, поддерживает и из личных средств это финансирует. И, кстати, он сам же играл на корнете, каждую неделю репетировал. И ставим такой вопрос. Музицирующий император – это досуг или дело России? И вот как-то освещаем эту тему. Хотела бы я сейчас сказать о Косте нашем. Присутствующем здесь. Да, он в ЭКД-теме имеет просто непосредственное отношение. Костя, расскажи. Просто мне позвонили, сказали, нужно срочно сыграть на корнете. Ты умеешь играть на корнете? Корнет-апистон. Корнет-апистон, да. Да, это еще раньше помповые трубы. Помповая труба была запретена в 20 веке, а корнет гораздо ранее. Я согласился, я подъехал в Шереметьевский дворец, дали мне корнет, сказали, одевай белые перчатки, а то корнет развалится. Корнет 1862 года. Это фирма французской Куртуа. Он просто на этом корнете играл в своей невесте. Александр Третий. Да, я взял, значит, корнет, муштук. Я же в театре на корнете тоже играю неаполитанский танец, там, соло, ромео, жилет, я это все понимаю. И корнет, что меня очень удивило, что он не тот, что мы привыкли видеть в духовых оркестрах, на трубу похожий инструмент. Корнет оказался чуть ли не маленьким баритончиком. То есть клапана нажимаются как на баритоне, и раструб вверх прямо вот. И это все минимизированных размеров. И плюс еще пружина снизу, что тоже необычно. И все ходит. Я еще смазал маслом клапана ходит, все хорошо. Это французские инструменты. Французские, да. И все звучит. И я понял, что я правильно мыслю в плане звука, что звук такой же практически, как у меня на японском корнете, что я купил тоже в Японии на гастролях в комиссионном магазине. Ну, примерно очень похоже. То есть я правильно мыслю. Раритетные инструменты. Да, они мягко, мягко звучат. Ну, замечательно. Сегодня очень много нового я услышала. Я даже не подозревала, что корнет, на котором играл император, хранится у нас в Музее музыкальных инструментов. Спасибо, уважаемые гости, за визит сегодня в музыкальную гостиную. Давайте пригласим любителей музыки на какие-то ваши ближайшие концерты. 27 апреля в Доме журналистов ближайший концерт будет. Это программа «Романтика джаза». Будут исполнены любимые джазовые хиты, мелодии с нашими импровизаторами в специальных наших аранжировках. А я хотела бы добавить, что этот концерт посвящается Международному дню джаза, который ежегодно 30 апреля отмечается. И Дом журналистов находится на Невском, 70, напротив Дворца Белосельских и Белозерских. И хочу пожелать всем слушателям, пожелать вдумчивости и рассуждения в непростое наше время, как наставлял создатель нашего города, основатель Пётр I. Он говорил так. «Выше всех добродетелей рассуждения, ибо всякая добродетель без разума пуста». Всего доброго. Мне остается добавить, что передачу сегодня подготовила и провела я, Ольга Клеменкова. За режиссерским пультом работал звукорежиссер Антон Никитин. Гостями студии были учредитель и председатель Фонда культурных проектов «Городу и миру», композитор и пианистка Ирина Вакуленко, а также музыканты, участники творческой группы City Music Band Екатерина Никитина и Константин Стуков. До встречи в следующую пятницу. Завершим мы нашу программу тоже музыкой в исполнении City Music Band. Это инструментальный кавер Ирины Вакуленко на песню «У самовара». «У самовара» «У самовара» «У самовара» КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Музыкальная гостиная